У нас действительно по логике всю конструкцию сдвинуть на 7 метров сюда, потому что там у нас закид, он как бы уходит в густы. Смотри, она сейчас вот в такую форму, да? Чуть-чуть сдвинуть сюда. Вот, говорит, вот сюда, да? Чуть-чуть сдвинуть, чуть-чуть. Мишка, давай вот тогда вот этот, вот этот столбик. Надо посмотреть серединку, потому что серединка не проиграла. Смотри, давай, наверное, сразу вот сюда, наверное, мы загнем сразу, чтобы попонятно. Можно, но надо просто посмотреть наиболее выгодно. Смотри, как там. Нет, это загибание. Там, где рамки идут? Ну, вот этот, вот этот, вот этот. Понятно, давайте дальше. И тогда будет, и тогда будет более-менее понятно, может быть, может быть, мы поймем, что это надо так широкоить. И может быть, мы захотим немножечко подковы загнуть. А может быть, не захотим. Ну, какие-то я делаю сама, какие-то делают ассистенты. Или они продают, их можно купить готовые? Их можно купить, их можно заказать. Но лучше сделать самому. Потому что ты делаешь конкретно под актера. Да, ну, несмотря на то, что он в интерьере у нас будет, в любом случае, они там все на улице, в ветре и так далее. А мы собираемся усы делать? Посмотрим, если ему будет хорошо, если пойдет, мы попросим ассистент отрастить, наверное, свои. Потому что свои-то будет лучше смотреть, да и действовать и мёдов. Угу, все, разводим. Вот такие яркие милы, взяли. А еще кусочек. Такое ранее будем делать? Ну, по поводу, там же. Лучше, что это такое менее. Угу, ослабняем. Одеваться. Одеваться. Ну, очень удобно. Да, пойдем. А вот накладки, трансферы, которые будут приклеиваться, будет выглядеть, это будет вот так, вживую. То есть, это вот эта накладка, которая работала. Я работаю на фашиста. Угу. Портрет. Я начинаю. Он больше похож на фашиста, да? Вот, потому что мы смотрели фотки. Во, вот здесь. Павел Ильич, скажите, что-нибудь. Грязь на лице украшает мужчину. Ты смотришь на историю, они на придумке режиссера. То есть, это, мне кажется, очень верно. То есть, задача рассказать историю, а не показать, как мы там умеем показывать кишки, или какие-то там у нас задумки есть режиссерские, амбициозные. Я помню, ты одному мальчику сделал такую отогнутую щеку просто. Не отогнутую щеку, а снесло осколочками немножко полщики и ушко порвало. Ну, что там отогнутого? Ну, да, пострадал. Конечно, это же самое ценное, когда он пошел, вляпался в грязь, так не нарисуешь. Вообще, я за то, чтобы все усы, борьбы, вся растительность на лице, ума настоящая. А, у меня же свои есть. Все, дружи, кстати, пошли вот эти усы, без того, пожалуйста. Ну вот. Крутите барабан. Крутите барабан. Находимся в одной из подмосковных деревень, которую мы нашли для съемок. Это недалеко от города Иваново. В этой деревне сохранилось очень много довоенных домов. Причем домов очень интересных, сохранившихся резьбой. Кое-где сохранились интерьеры. И, кроме всего прочего, эта деревня находится в интересном ландшафте. И поэтому нам кажется, что здесь получатся очень хорошие кадры. Деревня, на наш взгляд, очень удачная. Очень живописная, красивая. И масса всего интересного здесь может получиться. Кроме того, здесь еще интересная разрушенная церковь. Старая постройка. 200-летней давности. Она была здесь во времена войны. И в ней был продовольственный склад. И, в общем, она, я думаю, не сильно изменилась с тех пор. И мы тоже думаем использовать это как интересную такую доминанту. Мы очень здорово подготовились. Очень многое сделали. И, в принципе, все готово к тому, чтобы начать съемки в декабре, как мы планируем. Но денег сейчас осталось уже совсем немного, потому что завершающая фаза дорогая. Затраты растут в геометрической прогрессии. Многое нужно закупать. Многое нужно строить. И деньги нужны сейчас, как никогда. Очень хочется, чтобы все, кто сочувствует нашему проекту, все, кто верит в него, сделали еще одно маленькое усилие, чрезвычайно важное. Сделали его не потому, что оно неминуемо приведет к победе, а потому, что маленькое усилие, это, любое усилие, это элемент борьбы. Не будем сдаваться, и все у нас получится.